В том, что как бы гибель отложилась в том, что спасительная катастрофа не оказалась тем, на что он ставил некую ставку, и все. И дальше он раздумывал, что с этим делать, как с этим быть. Но я прочту, наверное, довольно ранее, текст. Усталость в теле бродит плоскостяной, на каждой плоскости упавшая звезда. Мой вырождающийся друг, двухпалый Митя, нас не омоет новый Иордан. И вспомнил лазарет из смуглого Иисуса, кусок зари у Иудеевского гора, и пальцы круглые, длинные, как бусы, и твой подвернутый подбородок взор. Мои слегка потрескивают ноги, звенят глаза прослетами в ночи, и весь идут здоровые и убогие, где ломанные млеют кирпичи. Погладил камень и сказал спокойно, спи, брат, не млеют, щитей не вожделей, творить себе кумир из человека недостойного. Расти травой тысячелетних дней. И, передвигаясь в какие-то более близкие времена, дальше следует текст Василия Ломакина, который, мне кажется, в современной поэзии как-то активнее всего работает с этим моментом фатальной смерти языка, фатальной смерти культуры, которая как бы растягивается в некое время какого-то большого события, в котором может зарождаться в этой смерти какая-то абсолютно новая, абсолютно непонятная жизнь. И я прочту Никеева от липтика, как там говорится, балеты. Пожалуй, наступись, звезда моя земля, дай мне пройти в себя, прийти в себя, родная, ни одного удачного Кремля, и дай мне лесов, какая-то смешна. Дай руку мне, и я сейчас умру, пока другую знаменую, звездообразную на куполе дыру, валясь в дыру уже другую. Такого большого Парижа не видели вы и в Москве. Течет сладковатая жижа по мертвой жилкой неве. Балеты крутят лесопетки, и глаз превращается в рот, пока небольшие конфетки минатка за щеку бегут. Шумит, гудит, пожар французский. Стоит застой, просвет пустой. От сокола до белорусской спешит, бежит народ простой. Ты помнишь ли, как Клеопатра, соски подкрасила, смеясь, и как смеялся из загробного театра, старый дурак, великий князь, блаженству сладкая награда, всему наступит свой черед, когда придет из Ленинграда стигийский лед, швейцарский флот. Дальше я решил прочитать автора, который, вероятно, я думал, что так произойдет, и действительно так произошло, что он явно западает у нас с Катей. Это Янид Шваб. Как его приписать к этой вещи, о которой я говорю, мне кажется, что... Я все время повторяю это слово «смерть», как и оно уже самому не надоело. Понятно, что оно здесь несколько метафорическим владает значением и прямолинейным. Тем не менее, я часто думаю, что стихи Шваба устроены по-моему похожий на некий какой-то огромный предсмертный сон, который происходит у какого-то человека, у какого-то нам. Но мы почему-то видим этот сон, и он тоже становится неким очень большим длящимся временем целой вселенной, где, опять же, могут зарождаться какие-то связи, могут происходить какие-то обращения, какие-то жесты, которые совершенно по течению своего времени отличаются сабот, привычного нам времени и развертывания событий. Я ищу прощество подоволь позднего строения, а не из классического книжка. Я сделан из сыра, у меня голова стыка, По свистку начинается жизнь с середины. Я стою над обрадом, с оленьем, с верочком или братом. В шитейском смысле нас зовут Алеша. Поднимается вихрь, как простейший пограничный заслон. Вырастают грибы из бумаги, я стою на часах, со сдобной убухой, как со сколочной бомбой. Чтобы не растревожить родных. Я колкости не люблю, трепетание малых событий порождает А. правителя молодого, Б. земледелие вечного лета. Любовь начинается с ложки компота. Мне трудно заплакать, Алеша, а жить неизмеримо легко. Навстречу выходит невеста умыться с дороги. По касательной к дому плывут панорамные цирки. Я как демон слеп и глух, как демон. У меня еще по плану изначально три стихотворения. Три стихотворения. Да. Далее. Далее я подумал, что я прочту Анну Горенко. Или Анну Горенко, как сейчас поправит меня, Даню. Да, которая важна мне здесь именно в частности и эротическим измерениям Того, о чем я говорил. Твой мягонький рот искал виноватых, И находил волос в паху, И лепение птиц ловил, И застревал в горле, И навсегда билось о связке Чужое верхнее дар. Ты часто дарился сном ли, Хлебом изнанки, Лика синенной хвои, Ёлки обманки. Ты стал моим словом, Пускай отдающим стон, Ты более не страдаешь уже прием. О, Хиросима, Ницца, благая лесть, Тебе понемногу снится, А покарится свесь. Сваи стропила кровь, Кровь асфальди опас, Дубь мочала ореха, Иисус, хранивший нас с обоих. Солнечный лунный свет, Плотен, не отличу от тьмы, Поднимается занавес, И паркет расступается, Это выходим мы. Им двадцать первый век, Пусть не отводит глаз, Это смерть. Мы приказываем смотреть Наши сны, Не прерывая ласк. И далее...